Привет всем, с вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет Samsung, которая, если Apple заплатит, сделает для них первый iPad с OLED-экраном, реактивные двигатели для робота-гуманоида из Италии, Louis Vuitton и их уникальные смарт-часы, физическая клавиатура на смартфоне 21 века, первый складной смартфон от Honor, невероятный Arc Vector, который готов к серийному производству, и SpaceX, начавшая тестирование 140-метровой башни для запуска и посадки, сверхтяжелой ракеты Super Heavy. Все это и многое другое прямо сейчас полетели! Сегодняшний выпуск мы начнем с техногигантов, а именно с Apple и Samsung. Купертиновцам дана возможность выпуска первых iPads с OLED-экраном от Samsung. Корейцы уже разрабатывают линии для производства OLED-панелей, которые Apple может использовать в своих планшетах. Однако яблочная компания должна сделать достаточно крупный заказ, иначе говоря, раскошелится, чтобы проект стал финансово целесообразным. Apple и Samsung вместе работали над созданием 10,86-дюймовой OLED-панели в 2021 году, но работа над дисплеем была остановлена в третьем квартале. Калифорнийская компания запросила панели с тандемной структурой из двух стеков, но Samsung не произвела достаточное количество панелей по подходящей Apple цене. Что касается второй попытки сотрудничества, если Apple разместит достаточно крупный заказ на дисплее, Samsung сможет заказать оборудование, необходимое для их производства уже в третьем квартале этого года. Ожидается, что это оборудование будет доставлено южнокорейской компанией в 2023 году. Тогда же и будет налажено производство матриц. Запуск iPad с OLED-экраном в 2024 может зависеть от того, решит ли Apple заказать значительное количество матриц у Samsung. Конечно, яблочная компания может отдать предпочтение другому поставщику, однако маловероятно, что кто-нибудь в мире сможет предложить ей более продвинутую продукцию. Хотя специалисты из университета Миннесоты придумали и успешно испытали 3D-принтер для печати этих самых гибких органических светодиодов. OLED-дисплей обычно изготавливают в больших, дорогих и крайне чистых производственных комплексах. Ученым было интересно, можно ли свести все это воедино и напечатать OLED-дисплей на настольном 3D-принтере, собранном специально для этих целей, который стоит примерно как Tesla Model S. Команда скомбинировала два различных режима печати для создания всех шести слоев органического гибкого дисплея. Электроды, разводка, изоляция и оболочка были напечатаны экструзионно, а активные слои нанесены напылением на том же 3D-принтере при комнатной температуре. Получившееся устройство выдержало более 2000 циклов сгибания. Теперь разработчики займутся созданием печатных OLED-дисплеев с более высоким разрешением и повышенной яркостью. И кто знает, может на рынке дисплеев может появиться новый игрок, ну или вероятнее всего Samsung купит эту технологию. Тем временем на родине Феррари итальянские инженеры предпринимают попытку создать прототип робота, предназначенного для спасательных служб и способного быстро перемещаться по воздуху со скоростью около 1800 км в час, оперативно пребывать на место аварии или катастрофы для оказания первой помощи пострадавшим, разбирать завалы и готовить площадку для приема спасателей. Перед инженерами стоит непростая задача обеспечить интеграцию тяжелого человекоподобного робота, реактивных двигателей и высокоточной системы управления и контроля. Использование реактивной тяги вместо привычных винтокрылых двигателей объясняется необходимостью оптимизировать габариты системы и обеспечить возможность работы роботов в закрытых помещениях при разборе завалов в стесненных условиях. Создать гуманоидного робота на реактивных двигателях достаточно сложно, гораздо труднее, чем запрограммировать винтокрылый беспилотный летающий аппарат. Реактивный робот должен обладать стремительной реакцией и способностью правильно оценивать ситуацию, планировать спасательную операцию. Именно разработка алгоритма для гуманоидных Iron Cube на реактивных двигателях и являлась главной задачей итальянских инженеров. В результате была продемонстрирована теоретическая возможность роботов выполнять сложные задачи и использовать при этом реактивные двигатели для передвижения. На сегодня проект находится на стадии начальной разработки прототипов, способных доказать возможность проведения высокоточных и быстрых спасательных операций. Для решения практических задач по спасению людей и ликвидации последствий катастроф необходимо задействовать систему искусственного интеллекта. Соседи же итальянцев сверху, французы, а конкретнее французский дом моды Louis Vuitton, специализирующийся на выпуске продуктов класса Luxe, начал продажи умных наручных часов под названием Timber Horizontal Light Up. Устройство выполнено в корпусе из нержавеющей стали, а спереди и сзади располагается сапфировое стекло. Применен круглый сенсорный дисплей AMOLED размером 1,2 дюйма с разрешением 390 на 390 пикселей. В правой части корпуса располагаются физические органы управления. Аппаратной основой служит платформа Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц, а также графический ускоритель Adreno 504. Часы несут на борту 1 ГБ оперативной памяти и флэш-модуль вместимостью 8 ГБ. Благодаря герметичному исполнению устройство не боится погружений под воду на глубину до 30 метров. На гаджете применяется проприетарная операционная система Louis Vuitton. В набор сенсоров входит оптический датчик частоты сердечных сокращений. Само собой новинка способна отслеживать такие стандартные показатели, как количество сделанных шагов, потраченные калории и прочее. Гаджет предлагается по цене от 3300 долларов США. Друзья, вы знаете, как мы обожаем байки. На сегодняшний день одним из самых продвинутых мотоциклов в мире является Arc Vector, который создавался вручную в Великобритании и был впервые представлен в 2018 году. Именно там концепция безрамного мотоцикла получила звание самого совершенного электробайка. С тех пор Arc провела успешную кампанию по сбору средств и сейчас объявляет о готовности перейти к серийному выпуску мотоциклов. При этом заявлено, что несмотря на высокую стоимость изделия, на мотоцикл уже сформирован достаточно солидный портфель заказов. Масса первых реальных Arc Vector составляет 220 килограммов, колесная база 1450 миллиметров, а высота по седлу 840 миллиметров. Время разгона от 0 до 100 километров в час 3,2 секунды, а максимально доступная скорость не превышает 200 километров в час. Дальность поездки на одном заряде аккумулятора 436 километров, а время зарядки около 40 минут. Для безопасности поездки задействована камера заднего вида и реализована функция голосового управления. Мотоциклетный жилет Arc Origin создан совместно с компанией Knox и использует три режима для обеспечения безопасности при поездке в городе, для спортивных состязаний и тактильный режим обратной связи, позволяющий предупредить пользователя об опасности на дороге. Центральный монокок Arc Vector практически полностью занимает аккумуляторная батарея, размещенная в отсеке из углеродного волокна. Заявленная цена мотоцикла составит 120 тысяч долларов. А теперь давайте посмотрим, что есть нового в мобильной индустрии. На выставке потребительской электроники CES 2022 компания Planet Computers из Великобритании представила оригинальный смартфон AstroSlide 5G в форм-факторе слайдера с горизонтально ориентированной выдвижной QWERTY-клавиатурой. Телефон поставляется с Android 11, но его также можно загрузить с дистрибутивами Linux, а инженеры Planet Computers в настоящее время работают над реализацией поддержки OS Sailfish. Разработка новинки продолжалась на протяжении двух лет. Поддержку работы с физической QWERTY-клавиатурой обеспечивает фирменный шарнир RockUp. Помимо традиционного ввода, пользователь сможет применять программируемые клавиши, клавиатуры для открытия приложений или переключения между системными функциями. Смартфон AstroSlide 5G оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Дисплей имеет одинаковые тонкие рамки по периметру и 13-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели складывающегося смартфона размещается 48-мегапиксельная основная камера с датчиком от Sony и дактилоскопический датчик. Имеются два разъема USB-C, два слота для SIM-карты, один для расширения памяти microSD. Продажа AstroSlide 5G стартует в марте этого года. Смартфон будет выпускаться в корпусе только синего цвета, и его цена составит 1172 доллара. В настоящее время при оформлении предварительного заказа смартфон можно приобрести по цене 650 баксов. Компания же Honor, в прошлом являвшаяся подразделением Huawei, а теперь работающая независимо, представила свой первый складной смартфон. Для дебюта был выбран форм-фактор пионера этого сектора смартфонного рынка – Samsung Galaxy Fold. Почти квадратный просторный дисплей внутри и полноразмерный дополнительный дисплей снаружи. Honor V утверждает производитель в сложенном состоянии на 10 с лишним процентов тоньше Galaxy Z Fold 3 – 14,3 мм. При этом зазор между половинками у новинки Honor меньше. Honor обещает, что внутренний дисплей выдержит до двух сотен тысяч циклов складывания. Внутренний дисплей диагональю 7,9 дюйма имеет максимальную яркость до 800 нит. Частоту обновления до 90 Гц и разрешение 2272 на 1984 пикселя. У внешнего экрана по диагонали 6,45 дюймов, разрешение 2560 на 1080 и частота обновления до 120 Гц. Honor Magic 5 оснащен тройной тыловой камерой, каждый модуль имеет разрешение в 50 мегапикселей. Также есть две фронтальные камеры внутри и снаружи с разрешением 42 мегапикселя. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и под управлением операционной системы Android 12. Емкость аккумулятора 4750 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Устройство будет продаваться в серебристом, черном и оранжевом цветах по цене от 118 тысяч рублей по текущему курсу. Ну и какой же кик без Илона Маска? Железный человек на своей странице в сети Twitter опубликовал видео, на котором демонстрируется 140-метровая башня Starbase, которая будет использоваться для пуска системы Starship и последующего улавливания сверхтяжелой ракеты Super Heavy. В первые дни 2022 года SpaceX провела серию испытаний огромной башни, располагающейся на территории космической базы SpaceX вблизи деревни Бока-Чика в Техасе. Согласно имеющимся данным, испытания башни начались 4 января. Инженеры SpaceX впервые подняли, развели в стороны и повернули руки башни размером со здания. Через несколько дней эти манипуляции повторились вновь. Вместе с этим в первые дни 2022 года были проведены испытания заправочной системы. В конце прошлой недели стартовал новый этап испытаний, и похоже, что эти тесты были более целенаправленными. А в ходе их проведения инженеры компании моделировали варианты основного использования гигантской конструкции. Несмотря на то, что башню планируется использовать, для улавливания ракеты Super Heavy, которая является первой ступенью системы Starship, основное назначение башни заключается в подъеме и точной установке корабля поверх ускорителя. SpaceX могла бы использовать гигантский башенный кран для выполнения этой задачи, но краны, как правило, очень чувствительны к погодным условиям, и в случае сильных порывов ветра их применение попросту небезопасно. Погода в Южном Техасе, где находится база SpaceX, очень часто, мягко говоря, не соответствует условиям, которые могли бы считаться приемлемыми для использования огромного крана. Испытания завершились без каких-либо видимых осложнений. Предполагается, что в дальнейшем инженеры SpaceX увеличат нагрузку, чтобы приблизить тесты к реальным условиям. Также не исключено, что они попробуют проверить систему в действии, используя для этого прототипы Super Heavy B4 и Starship S20. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что провели это время с нами. Не жалейте лайков, активно подписывайтесь и, конечно, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. А также присоединяйтесь к нашему инстаграму с самым крутым техноконтентом и телеге с самыми быстрыми новостями. Кстати, мы уже есть в ТикТок. Заходите, вас ждут уникальные кадры с нашего бэкстейджа. Мы увидимся очень скоро. Пока!